Эксперты Евромедия. Профессионально для профессионалов. Отраслевой журнал здравоохранения России традиционно описывает главные тенденции службы охраны здоровья, если так можно сформулировать. Два года подряд издание рассказывало о том, как медики России, да и всего мира, борются с коронавирусной инфекцией. А о чем журнал расскажет сегодня, когда инфекционная угроза в принципе отступает, но у общества появляются, скажем, другие угрозы и тревоги? Ну, на самом деле, угроза коронавирусной инфекции, она никуда не исчезла. И да, вы совершенно правильно сказали, мы, конечно, как отраслевое издание, все это время тщательно следили за тем, как идет эта борьба. Мы рассказывали о настоящем героизме медиков, всех, без исключения, будь то врач, главный врач, медсестра, организаторы здравоохранения, младший медицинский персонал или водители скорой помощи. Все эти специалисты приняли на себя самые тяжелые удары пандемии и трудились, не покладая рук в сложнейших условиях. Но надо сказать, что эта работа продолжается и сегодня, ковидные госпитали и отделения продолжают работать, хотя, конечно, все мы знаем, что их количество серьезно сократилось, как и снизились темпы заболеваемости и количество тяжелых случаев течения болезни. И в этом тоже заслуга и врачей, и медицинской науки. Мы видели, в какие рекордные сроки были созданы и разработаны российские вакцины и медикаменты для лечения коронавирусной инфекции. И мы видим, что и вакцины, и наши препараты, они показывают очень высокую эффективность. И крайне важно сегодня не забывать о вакцинации и об элементарных мерах защиты, хотя нам уже кажется, что можно расслабиться. Но на самом деле нет, расслабиться еще нельзя, и нужно постоянно следить за этим. Ну, конечно, сегодня перед нашим обществом стоят новые угрозы и вызовы, и в наше непростое тревожное время как никогда важно не допустить сбоев в системах жизнеобеспечения страны, в том числе в сфере охраны здоровья населения. Это значит, что перед отечественными медиками вновь стоит масштабная государственная задача в этих сложных условиях не только не допустить перебоев в обеспечении граждан доступной медицинской помощью, но и сохранить инновационный темп развития отрасли, разрабатывая отечественные технологии для диагностики, лечения и профилактики. И, конечно, о том, как работают медики в эти дни, какие меры по сохранению всех гарантий по обеспечению бесплатной медицинской помощи граждан, а также пребывающих беженцев принимаются на государственном уровне, как государственные и частные медицинские клиники оптимизируют свою работу в этих сложных экономических и политических условиях, как помогает справляться с ситуацией стратегии импортозамещения в сфере фармацевтики и медицинских технологий, продемонстрирует наш итоговый выпуск журнала «Здравоохранение России» 2022 года. Главная тема номера обозначена в журнале как «Медицинское укрепление». Вот в чем это укрепление? Что, выглядит медицинская отрасль сегодня после двух лет пандемии серьезно пострадавшей? Ну, я думаю, на этот процесс можно посмотреть шире. За время пандемии нагрузка на систему здравоохранения всех стран действительно серьезно возросла. Но пандемия в то же время стала некой лакмусовой бумажкой для систем здравоохранения всего мира. И мы это наблюдали особенно в течение первого года, когда только пандемия началась. Там, где прочность системы была лишь иллюзия, где медицинское сообщество не сумело сгруппироваться, быстро принять необходимые решения, потери были очень и очень серьезные. И для нашей системы здравоохранения, конечно, ковид стал проверкой на прочность. Но, к счастью, отечественная система охраны здоровья, выстроенная еще в начале прошлого века Николаем Александровичем Семашкой, по большей части сохраненная в нашей стране, несмотря на все угрозы, которые пришлось пережить, еще раз показала свою эффективность. Нам удалось разделить и потоки пациентов, и провести четкую маршрутилизацию. Очень быстро обводились новые протоколы лечения, и ни на минуту не прекращалась работа ученых, что тоже немаловажно. И самое главное, что ковид практически не помешал реализации масштабного национального проекта здравоохранения. У нас продолжалось в это время финансирование проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и проекта по сердечно-сосудистым заболеваниям. Шло совершенствование детской медицины. Безусловно, конечно, в это время была приостановлена где-то диспансеризация, приостановлена плановая медицинская помощь. Но мы все понимаем, что это был такой период, когда необходимо было выбирать, и, как показывает время, этот выбор был верным. Поэтому мы видим, что как только ситуация позволила снять некоторые ограничения, работа по нацпроекту еще больше усилилась. В качестве примера можно привести федеральную программу модернизации первичного звена. Учреждения первого уровня, куда, как известно, в первую очередь идет любой гражданин, получили новое оборудование, сумели провести капитальные ремонты своих помещений или построить новые. Медики получили новые автомобили, что особенно важно в сельской местности, в труднодоступных районах. Но и эта работа, мы знаем, она не закончена, она продолжается, и это, в общем-то, внушает надежды и очень радует. Насколько я помню, один из проектов большого национального проекта здравоохранения был посвящен и медицинской науке, да? Он не был остановлен в период пандемии? Вы знаете, на него как раз-таки и легла очень серьезная нагрузка в это время. К счастью, он, да, остановлен не был, и исследования продолжились не только в сфере ковид. И вообще мы видим, как сегодня отрасль здравоохранения стремительно меняется, именно в сфере ее совершенствования научного. Полным ходом идут индустриализация и цифровая трансформация. В повседневную врачебную практику внедряются новые материалы и технологии. Все шире используются возможности и искусственного интеллекта, и 3D-печати. И мы в этом выпуске журнала показываем, какие конкретные проекты уже реализованы в регионах, какие реализованы на уровне федеральных центров, и какие действия принимаются в каждом субъекте страны для того, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и сохраняла высокое качество. Одна из национальных целей – это повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, и, если не ошибаюсь, до 80 к 2030. Достаточно амбициозные цели такие, да? И как вы считаете, медики в силах эти задачи выполнить? Ну, на самом деле, дело в том, что эти задачи предстоит решать не только медицинскому сообществу, а всему обществу в целом. И огромная роль в этом и у властей регионов, и у муниципалитетов, и у работодателей, которые сегодня должны войти в зону ответственности за сохранение здоровья своих сотрудников. Ну и, конечно же, и, наверное, это самое главное у каждого гражданина, который обязан понимать и доносить это и до своих детей, что его здоровье – это главный его капитал. Кстати, очень интересная дискуссия на эту тему состоялась недавно на площадке Всероссийской недели охраны труда в Сочи, где наши журналы были информационными партнерами. А я как раз имела честь выступить модератором сессии, посвященной борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на предприятиях. А все мы знаем, что первой причиной смертности во всем мире сегодня продолжают оставаться заболевания сердечно-сосудистой системы. И в то же самое время трудоспособное население – это фундамент экономики любой страны мира, это та часть населения, от которой зависит ВВП и от которой зависит социальное благополучие, в том числе детей и пожилых людей. К сожалению, 24% всех смертей в России, то есть почти четверть, приходятся именно на долю трудоспособного населения. Да, кстати, по оценке экспертов Центрального научно-исследовательского института Организации информатизации здравоохранения, Министерства здравоохранения России, вот есть такие цифры. Если нам удастся в масштабах страны снизить смертность трудоспособного населения только на 1%, это примерно по данным 2021 года 5,8 тысяч человек, то это привело бы к росту ВВП на 10,7 миллиардов рублей. Вот такие цифры. Ну, наверное, с одной стороны, может быть, не совсем корректно сравнивать жизни людей и рубли, но вы совершенно правы, именно вот эти данные, они говорят о том серьезном ресурсе, который есть у страны и подтверждают, почему так важно заботиться о здоровье трудоспособного населения, почему так важно проводить и профилактические мероприятия, и какую-то просветительскую работу вести. И вот как раз на этой сессии, о которой я говорила, были представлены интересные практики по сохранению здоровья работающих граждан, причем именно с помощью межведомственного взаимодействия. С участниками дискуссии мы очень много говорили о том, что для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно строить и переснащать сосудистые центры, да, очень важно укреплять медучреждения первичного звена, и что, кстати, сейчас идет. Да, они сейчас оснащаются хорошим оборудованием, и очень часто, в большинстве случаев, в течение золотого часа они могут попасть к пациенту, да, то есть сократить эту смертность. Но важно помнить и о том, что все эти меры, они, конечно, нужны, но уже тогда, когда заболевание началось. А гораздо важнее и эффективнее принимать меры, чтобы его не случилось. Или же выявить его на ранней стадии, то есть проводить профилактические, опять же, мероприятия, и воспитывать у населения приверженность к здоровому образу жизни, ответственному отношению к собственному здоровью. И мы в нашем журнале постоянно следим за тем, как идет эта работа в регионах страны, и собираем лучшие практики самых и передовых медучреждений, и каких-то компаний, которые ведут такую профилактическую работу. Я знаю, что практически с первых выпусков журнала здравоохранения России там появилась постоянная рубрика «Международное сотрудничество». В нынешних условиях эта рубрика сохранится? Конечно. Потому что, во-первых, медицина всегда была и будет вне политики. И нормальный врач, он не будет смотреть ни на национальность пациента, ни на его политические убеждения. Но, с другой стороны, российская медицина сегодня вовсе не отрезана от внешнего мира. И в Минздраве Российской Федерации уже не раз заявляли, что приоритетом международного сотрудничества является продолжение и развитие практической кооперации в сфере здравоохранения, направленное на укрепление здоровья и спасение людей. И очень важно, что сегодня это сотрудничество развивается. Оно идет и в форматах БРИКС, ШОС, ВОЗ, ЕС. С Азиатско-Тихоокеанским регионом, со странами арабского мира продолжается это сотрудничество. И по целому ряду направлений развиваются как двухсторонние, так и многосторонние контакты. И сегодня, в общем-то, на всех уровнях это отмечается, есть большой интерес к привлечению российских специалистов в рамках телемедицинского консультирования иностранных пациентов. И в рамках направления пациентов из стран СНГ и ряда азиатских стран на лечение в российские клиники. В конце сентября, кстати, на площадке Всемирной организации здравоохранения прошло совещание, в ходе которого обсуждался проект «Повышение качества стационарной помощи с целью снижения смертности матерей, новорожденных и детей». И это проект, который финансируется из федерального бюджета России и предусматривает проведение аудита оказания стационарной помощи в медицинских организациях четырех стран-участниц. Это Таджикистан, Кыргызстан, Монголия и Вьетнам. Там проводятся и тренинги, и различные практикоориентированные мероприятия. И партнерами ВОЗ по данному проекту выступили наши знаменитые медицинские учреждения. Это научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, Минздрава России и Центр здоровья детей Министерства здравоохранения. В приветственном слове к участникам этого совещания заместитель генерального директора ВОЗ Жужана Якаб отметила, что без участия Российской Федерации этот проект, такой важный для здравоохранения стран-участниц, было бы вообще невозможно реализовать. Ну, то есть это лишь один из примеров вклада российских медиков в общую мировую практику, но их на самом деле очень и очень много. И, конечно, мы будем рассказывать и о подобных проектах, и о проектах в других направлениях на страницах нашего журнала. Ведь наш проект о медиках и для медиков, мы его, в общем-то, с самого начала позиционируем именно так, и мы стремимся, чтобы наши медики были в курсе всех тенденций международного здравоохранения. Елена, спасибо вам.